МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этой неделе в Заварке открылась новая выставка «Город-деревня. Маршрут построен». На ней можно узнать, как менялись границы Самары в конце 19-го – начале 20-го века. Посетители узнают, где заканчивался город и что располагалось за его пределами. Увидят уникальные дореволюционные открытки, билеты в Струковский сад и иллюстрации самарских художников. Воскресенье – первый день зимы. А это значит, что начинается сезон самых уютных новогодних мероприятий. 1 декабря в детской картинной галерее состоится лекция «Как устроен праздник, Рождество и Новый год». Вы узнаете, когда появилось праздничное дерево, чем его украшали, как менялись главные персонажи праздника и какие традиции празднования Нового года появились в советское время. Лекция начнется в 16.00. Самарский литературный музей анонсирует открытие седьмого по счету сезона литературного клуба для подростков «Вточку». Каждое воскресенье декабря школьников приглашают обсуждать самые важные и волнующие тексты – от Достоевского до Лавкрафта. Обращаться к самым разным творческим практикам – от театральных мастер-классов до автоматического письма. Еще участников ждут встречи с местными художниками и походы в лучшие культурные институции города. Если вам от 14 до 18 лет и ваши интересы уходят далеко за пределы школьной программы, обязательно приходите. Первая встреча клуба состоится 1 декабря в 15.00. В театре камерная сцена – насыщенная программа на декабрь. 6 декабря покажут спектакль «Прошлым летом в Чулимске», рассказывающий об одном невероятном дне из жизни маленького таежного городка. 7 декабря на сцене «Страдания юного Вертера». Пьеса поднимает важные вопросы истинных и ложных ценностей и важности жизненного выбора. 8 декабря не сошлись характерами по пьесе Александра Островского. Комедийный сюжет об обмещавших дворяных прежневых, в тайне мечтающих выдать сына за купеческую дочку. 21 и 22 декабря зрителей ждет премьера «Есенин. Осколки разбитого зеркала». Постановка в честь 130-летия со дня рождения великого русского поэта. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова